Скорбь и ужас охватили всю страну вечером 22 марта в концертный комплекс «Крокус-Сити-Холл». Перед выступлением группы «Пикник» вошли боевики и начали расстреливать охрану, посетителей и сотрудников. Террористы не выдвигали никаких требований и не брали заложников. Они хладнокровно убивали любого на своем пути, разбрасывали бутылки с зажигательной смесью. Вспыхнул сильный пожар, и здание «Крокус-Сити-Холл» превратилось в огненную ловушку для тех, кто пытался спастись от выстрелов. По данным Следственного комитета Российской Федерации, на 24 марта погибли 137 человек, трое из которых дети. По данным Минздрава Подмосковья, пострадали более 180 человек. Это не где-то там далеко, это среди нас, много знакомых, знакомых и знакомых, которые в это время были в Москве или даже непосредственно неподалеку от этих трагических событий. Это страшно. Это трагедия семьи. Каждый, кто там был, даже если человек не пострадал, это всё равно страшно. Это трагедия страны, когда это горе коснулось всех нас. Каждый россиянин следил в вечер теракта за развитием событий, когда каждую минуту появлялись печальные подробности. В Сарове на лестнице «Миру мира» образовался стихийный мемориал. С утра 23 марта люди стали приносить цветы, свечи и игрушки. Добровольцы и военно-патриотические отряды города оперативно организовали дежурство. Порывом души решили тоже присоединиться, так как мы все вместе и в беде, и в радости, и организовать дежурство здесь, чтобы помогать людям объяснить, куда цветочки положить, если что-то ветром сдуло или дождиком намокло, помочь поправить, почистить. И таким образом здесь находимся. Люди приходили к лестницу «Миру мир» почтить память погибших и показать пострадавшим, что весь русский народ разделяет их боль. Некоторые приходили организованными группами. Основное направление ансамбля «Горница» – военно-патриотическое воспитание. Еле сдерживая слезы, руководители, воспитанники и родители возложили цветы к мемориалу. Для нас, как и для всей страны, для всех граждан России – это трагедия. Россия была, есть и будет. Она непобедима, пока дух русский не сломлен, а он никогда не будет сломен. За нашими спинами наши герои, которые лежат в земле, которые дрались за свободу своей страны. И сейчас очень сложное для нас, для всех время. И мы должны объединяться. И то, что произошло, конечно, отдать дань невинным душам, невинным русским людям. По информации российских силовых ведомств, на территории Брянской области задержали четырёх подозреваемых в совершении теракта, которые пытались скрыться на территории Украины. Кто стоит за атакой, до сих пор неизвестно. Всех фигурантов по делу решением суда арестовали до 22 мая. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.